Девчонки, мальчишки, всем привет! Сегодня с вами статичное видео. Мне кажется, я вообще не помню тот день, когда я последний раз настолько ярко красилась, честно вам скажу. Но я потихонечку стараюсь вливаться... Да пофигу, во что я стараюсь вливаться. Короче, сегодня видео с покупками, с фикс прайса. К Новому году, ребят! Скоро Новый год! Я решила, что в этом году нужно создать себе настроение пораньше, потому что вот этот небесный мир, который происходит за окном, меня просто заставляет как бы пойти в какое-то состояние уныния. Поэтому, слава богу, с 1 ноября, даже мне кажется, что ранее-раньше завезли, просто я была в магазине 1 ноября, решила с вами поделиться своими покупками. Я думаю, что даже это будет не единственная часть видео с покупками с фикс прайса, потому что теперь у меня дом, и оказывается, что в доме нужно украшений раза в три больше, да, то есть хотя бы типа на каждый этаж. Даже если третий мы не берем, то все равно площадь первого этажа, она достаточно большая, и те украшения, которые у меня есть, точнее тех украшений, которые у меня есть, их просто не хватит. Вот, поэтому было принято решение затариваться, где отправили на А. Алиэкспрессе, Б. Фикс прайсе. На Алиэкспрессе украшения потихонечку едут, а в самый, конечно, конец я оставила самый дорогой поход в магазин, это типа либо обе, либо твой дом. Как бы тогда, когда у меня уже будет большинство украшений, я буду думать, господи, ну зачем мне светящийся олень за там, за тысячу рублей, если я могу себе позволить светящегося пингвина с Алиэкспресса за три рубля. В общем, давайте, наверное, я сегодня вам просто сейчас покажу свой большой мешок, вышла с ним, честно говоря, наперевес. На самом деле, все покупки вот именно новогодние, мне вошлись, наверное, где-то в 2 500, еще на дополнительную тысячу, я взяла всякие разные кухонные утвари, но, в общем, сейчас покажу вам, что за джингл-белл здесь происходит вообще. Вот, поэтому всем хочу открыть первое новогоднее видео, где моя шампанская. Ладно, давайте, наверное, долго с вами все-таки не буду болтать, господи, какая же я страшная при этом свете, вот в прямом отвратительном свете, ну да. Естественно, первое, что я взяла, мне кажется, что это практически на входе у всех фикс-прайсов, это вот эти вот наклейки на стекла. Выглядят они таким образом, взяла сразу три штуки, есть такие вот объемные наклейки на стекла, их я, наверное, приклею, я не знаю, куда-нибудь я их приклею, куда я их буду приклеить, естественно, наверное, на стекла, потому что я вам ни в коем случае не советую приклеивать такие вот наклейки на мебель, ибо они потом, когда отклеиваются, они отклеивают с собой верхнее покрытие, особенно если у вас мебель из Икеи, просто не надо, не делайте, как я, я так один раз уже сделала. Вторая наклейка, которую я взяла, будет с такими этими пингвинами, ой, господи, пингвинами, чуть ли не с пингвинами, сегодня какая-то особая, судя по всему, любовь, с снеговичками, с ежиком, я подумала, что Машке будет весело и интересно смотреть как раз на такие наклейки, и взяла также еще такие, которые тоже объемные, с таким перламутришком, с Дед Морозом, в общем, все равно, потом все покажу при нормальном, естественном свете, поэтому сейчас даже не буду особо такать в камеру для того, чтобы вам просто не делать засвет вот этот прекрасный. А следующий, который взяла, на самом деле, вот эти вот наклейки меня прям реально покорили, красивые медведи, очень красивые лисы, это все очень объемное, то есть такие вот 3D, то есть здесь получается несколько елочек, Мишка, который всем желает, судя по всему, счастливого Нового года, там, Зайка, в общем, вот именно эти наклейки мне прям, реально, когда я их увидела, я прям подумала, что может быть сразу взять несколько, потом подумала, что нет, наверное, нужно сначала их будет приклинить, если сильно понравится, то обязательно схожу. Что я вам советую? Пойти прям вот в ближайшее время, если вам позволяет, для нас возможности купить все в фикс-прайсе, именно для дома, потому что там сейчас куча всего, завозы прям реально постоянно, насколько я понимаю, я увидела еще одну девочку-блогера, именно поэтому, в принципе, туда и заехала, и мне кажется, что на данный момент коллекция самая обширная, и, соответственно, много всего в запасниках. Я больше чем уверена, что это будет и под Новый год, но просто нафига вам вот этот весь ажиотаж? Следующее, что я взяла, это были, конечно же, кружки, и одна для Димы, мне кажется, что видно, где Димин объем, а где мой. Если бы была чашка размером 50 мл, наверное, я бы себе ее взяла, просто потому что я обычно не допиваю чай. Димин, мне она так понравилась, она так красиво выглядит здесь, это настолько приятный принт, вообще вот это вот, не знаю, это, наверное, ответвление, скорее всего, это бренд, который фикс-прайс, из нижнего кружева, но вот у них практически все, что они продают, оно реально симпатичное, то есть тебе не нужно теперь вот ломать голову, где ты что будешь заказывать, потому что желательно не за 100 тысяч рублей, потому что кружка, я не помню, я на самом деле где-то был чек, наверное, потом, если найду чек, я вам обязательно буду подписывать цены. Димин я взяла, естественно, огромную кружку, помимо того, что у нее есть елочка здесь изнутри, вот такая золотистая, но вы только посмотрите, просто какая-то милота, ну серьезно, ее очень удобно держать, это прям, знаете, такая плотная-плотная керамика. Вот, мне кажется, что вот если вы ищете какие-то такие тематические кружки, то вам прям реально фикс-прайс, потому что за абсолютно дешевую, даже я бы сказала, цену, не просто адекватную, а дешевую цену, вы получаете классную, как бы, такую новогоднюю утварь. Хочу в этом году делать рождественский венок, и поэтому я взяла такие вот маленькие шарики-набор, честно говоря, не знаю, получится ли у меня в итоге сделать рождественский венок, но в крайнем случае повесим их на елку на улице, почему нет? Я решила сразу, чтобы потом не бегать, затариться пакетами, которые для новогодних подарков, очень они симпатичные, мне показали, что за 50 там рублей, по-моему, они стоили вообще просто высший класс, обычно они стоят, по-моему, под Новый год уже по 200 рублей такой пакет. Здесь я взяла 5 штук, грубо говоря, они, по-моему, по полтиннику стоили, но опять же, я на всякий случай вам обязательно подпишу цены, если найду чек. Вот, очень красивый, разных расцветок, такой вот с елочками, с еще одними елочками, и еще одними елочками такой же, и такие вот симпатичные, которые просто белые, с золотистыми какими-то шариками, снежинками. В общем, знаете, реально такие вот приятные расцветки, не из разряда вырви глаз в Дед Мороз, как бы, да, а вот реально очень все красиво, то, что я не могла найти, наверное, даже 5 лет назад, не то, что в фикс-прайсе, а просто в магазинах, потому что везде был вот этот вот взрыв просто какого-то ядерного красного блестючего шара, а все-таки хочется немножечко сдерживать себя в какой-то определенной стилистике, потому что мне так именно нравится. Вот, но реально 5 лет назад этого всего не было, я была реально очень сильно приятно удивлена, когда я сегодня зашла в фикс-прайс, и я понимаю, что у меня тянется рука к большинству. Понятное дело, там остались еще вот эти вот кучи вот этих вот снежин, каких-то там вот с этими скокошниками, да, всяких там снегурочек, всего остального, но кто-то ведь это же любит, правильно? Не все же такие, как я, которые такие, типа Санта-Клаус, там никакой, в принципе, снегурочки нет и всего остального. Вот, ну опять же, у каждого свое восприятие, поэтому если вы, кстати, любите снегурочку Деда Мороза и его кокошники, то вам реально туда, потому что там это точно так же есть. Если вы не любите, к примеру, золотишко, а вы любите, я знаю, что многие любят свой дом украшать в серебряных оттенках, либо в голубых оттенках, оттенках зимы, соответственно, вам тоже туда, потому что серьезно, там куча всякого вот этого вот, новогодней вот этой вот штуки. Именно в голубых оттенках, там даже сейчас, мне кажется, меньше золота, чем в голубых оттенках. Также я взяла такие вот наклейки на подарочки, очень люблю, когда уже упаковываю их в подарочную бумагу, уже оборачиваю лентой и сверху лепить такие наклейки, потому что очень удобно, ты потом запоминаешь, какая наклейка примерно кому принадлежит, и тем самым ты не путаешь подарки. Это тоже как бы лайфхак такой небольшой. Машке взяла джинглбеллс, на самом деле, можно, мне кажется, сейчас на меня это все напялить, устроить немножечко, но я не думаю, что Маша очень сильно обидится. Роскошь бутиков. Ну, в толпах не вмещается в наше с вами видео, только если так, мне кажется, что можно подумать, что я слегка сошла с ума, хотя кому какая разница, правильно? Также взяла две пары перчаток домой, потому что знаю, что все-таки теперь мы живем за городом, перчатки теперь супер необходимые вещи, я, в принципе, очень люблю, когда у меня руки мерзнут, а наверняка ко мне кто не будет приезжать, кто забывает перчатки, либо я сама буду терять перчатки, и это вообще самая частая история, кстати. Вот, поэтому решила, что а смысл покупать дорогие, если можно купить дешманские, которые-то и так, и так, а не просто будут прикасаться к снегу. Зачем покупать реально дорого? Зяла такие вот салфеточки сразу к новогоднему столу, насколько я все-таки понимаю, у меня будет новогодний стол, ну, я уже примерно представление имею себе, в красных оттенках и с золотишком, мне кажется, что они, ну, красно-бело-золотой, мне кажется, что вот эти вот новогодние салфеточки великолепно подойдут. На самом деле никогда лишними не будет, потому что такие, опять же, салфетки под Новый год даже в том же самом метре, я помню, что мы с подругой затаривались, когда они стоят обычно 250-300 рублей, да, то есть, ну, редко когда они стоят 50 рублей за упаковку. Сейчас они стоят 50 рублей за упаковку Мне кажется, что если не сейчас их купить, то в принципе когда Также я взяла еще перчатки Диме Сразу тоже такие немножечко страшненькие Но с другой стороны, ну снег лепит, ну зачем красивые Дальше я решила пройтись Немножечко по гирляндам Я взяла одну такую вот с красивыми полумесяцами Металлическими Мне кажется, что она отлично будет Именно ее даже можно подвесить И она отлично будет висеть И также я взяла деревянную гирлянду Две, точнее, деревянные гирлянды со звездочками Потому что мне кажется, их будет очень классно разложить Как раз таки на подоконниках И вечером создавать тем самым уют, когда ты их включаешь У тебя полный такой джингл бэлс Когда ты лежишь, смотришь Не знаю, там какой-нибудь сериал Либо включаешь просто камин, либо зажигаешь камин Теперь у меня есть эта возможность, ура Хотя мне кажется, что мы не факт, что зажжем Потому что Дима хочет поставить туда Какое-то жаропрочное стекло Я не знаю, когда мы его, в какой жизни мы его поставим Поэтому, если что, всегда есть вот это Так что, короче, я думаю, что Это будет реально ставить отличный уют Ну, опять же, посмотрим Как это все будет смотреться Потому что пока я вам все это снимаю Я не видела это вживую Но когда вы это будете видеть в видео У вас уже будут вставлены вставки Со всякими розеточками Со всеми тем, как это все нормально выглядит Взяла две таких керамических фигуры Мне показалось, что они очень красивые Вот, поэтому мне кажется, что они будут красиво смотреться Как и под зоной телевизора Да, то есть на ТВ-тумбе Точно так же и на новогоднем столе Потому что, насколько я понимаю Здесь вставляется батарейка И, наверное, и, наверное, здесь Давайте сейчас проверим секунд Прямо при вас Я только что нашла, что здесь можно что-то вытащить Чтобы оно зажглось Оно разными цветами фигачит Конечно, было бы лучше, если оно фигачило одним, желтеньким Но разными, как говорится, так разные Поэтому лучше я это выключу Не будет ни разного цвета Будет просто ничего Кстати, в фикс-прайсе есть очень красивые игрушки для елки Я, к сожалению, застала только некоторые из них Я просто у девочки, у блогеров, в принципе, у которых все это подсмотрела Видела, там были офигенные какие-то желуди Стеклянные Но так как я все равно не планирую в этом году по стеклянной игрушке Потому что все-таки Маше Я реально переживаю Она не снесет елку, понятное дело У нас елка весит, мне кажется, килограмм 25 Но все равно, так иначе, она может потянуть за какую-то ветку Что-то может там упасть, разбиться Но все-таки все мы понимаем, что это маленький ребенок Вот, и поэтому я думаю, что я подпременю С этими стеклянными игрушками, которые у меня есть до следующего года В принципе, что у меня сегодня волосы Сейчас секундочку, разберусь своими волосами Чтобы вот им перестать вот это вот делать Так вот Я думаю, что я в этом году постараюсь ограничиться пластиковыми игрушками Кстати, пластиковые игрушки есть в фикс-прайсе Но мне сегодняшний выбор вообще не зашел Я просто посмотрела на их дом Еще-то как-то не густо Вот, но я взяла деревянный Я взяла щелкунчиков И щелкунчиков Я как раз-таки очень давно хотела щелкунчиков на елку И вот, пожалуйста, вот они За 50 рублей они 100 миллионов 50 рублей, как обычно, они продаются уже потом перед Новым годом Кажется, сменился камин Там происходит магия, там происходит Хогварт И купила уже тарелочки И вернусь еще за некоторыми Купила уже тарелочки на новогодний стол И купила такую керамическую ложку, когда готовишь Удобно просто такие ложки, на самом деле Я их очень люблю Купила две таких тарелочки с гномиками Мне кажется, что это просто супер мило как-то И я еще хочу вернуться Потому что всегда удобно и для закусок, и для орешков Ну, то есть, вот даже если вы просто уже не отмечаете Новый год А у вас просто уже как бы либо канун Нового года, да Там, соответственно, за две недели примерно Ну, не то, что прям канун, но, короче, за две недели до Нового года Когда обычно все наряжают елку Либо там две недели после Нового года, когда еще елка стоит И вам хочется хранить вот эту вот атмосферу Еще новогоднюю дома Мне кажется, что даже себе просто элементарно Насыпать какие-нибудь снеки, когда ты смотришь Какой-нибудь точно так же сериальчик, либо кино На, особенно, новогодних праздниках Ну, просто супер идей, почему нет? Хотя я думаю, что это единственное Нельзя обмыть фасаду мойки Но я как-нибудь переживу этот момент, конечно И последнее, что я взяла Это была такая вот лента с красивыми этими оленями Вообще очень люблю лентами упаковывать Уже потом эти подарки Вот, не очень люблю, когда просто, типа, подарок Запакован в бумагу Я, на самом деле, вы знаете, я люблю очень запаковывать Вообще подарки в бумагу И ленты добавлять, какие-то украшения Ну, не знаю, для меня это определенное Давай так, я не один праздник на самом деле Не люблю настолько нас, как Новый год И вот прошлый Новый год у меня не было сил на это Ни было желания особо, потому что Была маленькая Маша прям совсем У меня были мозги совсем другим заняты Но в этом году я прям хочу за два года оторваться Серьезно, я хочу прям классно украсить дом Желательно даже с внешней стороны, чтобы он красиво выглядел Я очень хочу, чтобы был большой новогодний стол Чтобы приехали все мои родные Чтобы собралась вся семья Да, чтобы мы вместе, не знаю, там, отметили Новый год Вместе потом попускали салюты Вот, понятное дело, что Маша, скорее всего, и снят раньше всех Там часов, наверное, даже в один с моего положим Там, может, в двенадцать она все-таки с нами протянет Вот, но все равно мне очень хочется почувствовать Наконец-то вот эту вот атмосферу семейного волшебства Я не знаю, как правильно это объяснить, но я настолько утомилась, честно, за этот год Я думаю, что все утомились Я не знаю человека, на котором бы не сказался 2020 Но хочется немножечко просто почувствовать себя снова в тепле, уюте и в безопасности Потому что то, что на данный момент происходит вообще в мире, везде Заставляет себя чувствовать себя как раз-таки не сильно в безопасности Вот, такие были покупки с Фикс Прайса Помните, что это будет не последняя часть видео Потому что я туда еще буду заглядывать Надеюсь, что вам было интересно Надеюсь, что вы что-то подметили для себя Вот, я вас всех очень сильно люблю, все целую Всем пока!